Доброе утро, уважаемые коллеги! Доброе утро, уважаемые коллеги! Открываем очередное заседание правительства Республики Саха-Якутия. Светлана Ивановна, доложите о кворуме. Кворум имеется. Хорошо. Первый вопрос с повестки дня об утверждении долговой политики Республики Саха-Якутия на 2017-2019 годы. Докладчик Жандоров Валерий Алексеевич. Добрый день, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги! Добрый день, проект постановления Республики Саха-Якутия подготовлен в соответствии с пунктом 4 правил предоставления использования возврата из федерального бюджета бюджетным субъектов Федерации бюджетных кредитов на 2016 год, утвержденных постановлением правительства РФ от 27 января 2016 года номер 40, согласно которому высшие органы исполнительной власти и субъектов РФ, получающих бюджетные кредиты из федерального бюджета, обязаны утвердить долговую политику на очередной финансовый год и плановый период. Как вы знаете, мы сейчас готовим государственный бюджет на финансовый год 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. При разработке долговой политики Министерства финансов Республики руководствовала рекомендациями по проведению субъектами РФ ответственной долговой политики, утвержденными Министерством финансов РФ от 15 февраля 2016 года. Структура долговой политики Республики Саха-Якутия на предстоящий период рекомендована Минфином России и состоит из следующих разделов. В первом разделе отражаются итоги реализации долговой политики РФ предыдущего периода, основные факторы, определяющие характер и направление долговой политики на 2017-2019 годы, цели и задачи долговой политики РФ, анализ рисков, возникающих в процессе управления государственным долгом РФ, инструменты и мероприятия реализации долговой политики. Одной из основных задач долговой политики на 2017-2019 годы является поддержание экономически безопасного уровня объема долговых обязательств, учет и снижение рисков, связанных с управлением государственным долгом, а также соблюдение ограничений, установленных комплексным планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов РФ, Сахая-Якутия, соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации. Так, размер дефицита бюджета не должен превышать 10% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета, а объем государственного долга к сумме неналоговых и налоговых доходов, или долговая нагрузка в 2016 году не должна превышать 42%, а в 2017 и 2019 годах 47% к сумме налоговых и неналоговых доходов. На 1 ноября 2016 года дефицит государственного бюджета составил 2 миллиарда 738 миллионов рублей, или 2,4% к утвержденным налоговым и неналоговым доходам за 2016 год. Долговая нагрузка на бюджет Республики на 1 ноября 2016 года составила 38,7%. Объем государственного долга Республики на 1 ноября составил 43,904 миллиона, в том числе государственные ценные бумаги 15,250,000,000 рублей, бюджетные кредиты из федерального бюджета 14,48,000,000 рублей, или 32%, кредит и кредитных организаций 3,035,000,000 рублей, 7%, и государственные гарантии 11,57,000,000 рублей. По итогам 2016 года ожидаемый объем государственного долга составил 45 миллиардов 83 миллиона рублей или 39,3% к налоговым и неналоговым доходам бюджета. Республика входит в группу субъектов Российской Федерации с высокой долговой устойчивостью, то есть с долговой нагрузкой на бюджет не превышающей 50%. В эту группу постоянно 1 октября вошли 29 субъектов Российской Федерации. В 2016 году кредитные рейтинги Республики подтверждены на достигнутых уровень Standard & Poor's на уровне BB и Fitch Ratings BBB-. 20 октября Fitch Ratings изменил прогноз рейтингов Республики Сахай-Кути с негативным на стабильный после пересмотра прогноза по долгосрочным рейтингам Российской Федерации. Долговые обязательства Республики Сахай-Кути исполняются в своевременном полном объеме и в установленные сроки. Просроченных долговых обязательств Республика не имеет. Объем государственного долга остается на безопасном управляемом уровне, но вместе с тем близок к установленным предельным ограничениям. Отмечаем, что по результатам оценки и составления рейтинга субъектов с Федерации по качеству управления региональными финансами за 2015 год, Республика Сахай-Кути присутствует первая степень за высокое качество управления региональными финансами, в том числе управление государственным долгом Республики. Принятие долговой политики Республики Сахай-Кути направлено на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости государственного бюджета Республики Сахай-Кути, поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджеты Республики Сахай-Кути и будет способствовать поддержанию положительных кредитных историй и кредитных рейтингов Республики Сахай-Кути. Данный законный проект прошёл в согласовании во всех заинтересованных министерствах и ведомствах, получил заключение в управлении Министерством юстиции по Республике Сахай-Акуте и прокуратуре Республики Сахай-Акуте. Прошу учиться поддержать принятие данного постановления. Коллеги, у кого есть вопрос к докладчику? Если нет, прошу присаживаться. Прошу проголосовать, кто за данное предложение об утверждении долговой политики Республики Сахай-Акуте на 2017-2019 годы. Прошу проголосовать. Кто против, воздержался? Следующий вопрос в повестке дня о долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Республики Сахай-Акуте на период до 2035 года. Докладчик Сточков Алексей Александрович. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги, долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Сахай-Акуте на период до 2035 года является одним из основных документов системы стратегического планирования Республики и выступает основой для разработки бюджетного прогноза Республики на долгосрочный период. Прогноз основывается на проекте долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ, который был разработан Министерством экономического развития РФ в августе текущего года, а также на результатах научно-исследовательской работы, проведенной Московским государственным университетом, акционарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Сахай-Акуте на период до 2035 года. Прогнозный период будет кардинально отличаться от предыдущих периодов своими внешними условиями. Прежде всего, это высокая неопределенность и волатильность на сырьевых и финансовых рынках, нестабильные и низкие темпы развития мировой экономики. В составе стран-лидеров по темпам роста волового внутреннего продукта наибольший рост, согласно прогнозам ведущих экспертов, будет наблюдаться в странах Азии, что будет способствовать дальнейшему формированию новых экономических центров. Китай иступит в лидерство Индии, но общая тенденция к смещению экономического центра мира в Азию останется стабильной. В настоящее время факторы, определяющие высокие темпы экономического роста первого десятилетия нашего века, это высокие цены на нефть, экспорт сырьевых ресурсов, импорт технологий и заимствований, повышение загрузки мощностей практически исчерпали себя. В долгосрочной перспективе потенциальный рост будет определяться возрастанием основного капитала за счет роста инвестиций, увеличением несырьевого экспорта, повышением совокупной производительности факторов на инновационной основе. Предполагается, что экономический рост республики будет базироваться на реализации имеющихся конкурентных преимуществ в отраслях ее традиционной специализации, которая будет дополнена диверсификацией промышленного производства, посредством развития нефти и газодобычи, добычи руд черных и цветных металлов, металлургии, созданием новых производств с опорой на инновационные факторы роста, созданием нефти и газоперерабатывающих производств на базе малых и средних месторождений для удовлетворения собственных нужд республики, а также развитием сервисных секторов, транспортно-логистических, высокотехнологичных и социальных услуг. В зависимости от сочетания внутренних и внешних условий сформированы три сценария социально-экономического развития республики на долгосрочный период, соответственно, базовый, консервативный и целевой варианты. Базовый сценарий характеризует основные тенденции развития экономики в условиях консервативных изменений внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Этот вариант предполагает реализацию крупнейших инновационных проектов в рамках создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки нефти и газа, формирования единой национальной энергетической системы Восточной Сибири и Дальнего Востока, реализацию проектов освоения Эльгинского угольного месторождения и проектов на территории Южной Якутии, завершение строительства железнодорожной линии Беркакет-Тамут-Якутск в 2017 году. Консервативный сценарий разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий. Этот сценарий основан на предположениях относительно неблагоприятного развития российской и мировой экономики, негативного влияния кризисных явлений на динамику доходов населения, возможности привлечения в республику инвестиций и предполагается, что ряд крупных инвестиционных проектов будет свернут, либо их реализация будет отложена на более поздний период. Целевой вариант прогноза основан на более оптимистичных оценках развития ключевых отраслей с учетом реализации основных инвестиционных проектов с ориентацией на переработку продукции. Особенностями сценария является переход от преимущественно минерально-сырьевой ориентации производства к более диверсифицированной модели экономики республики. В соответствии с рабочей версией долгосрочного прогноза макроэкономических показателей Минэкономразвития России прогнозируют цену на нефть по базовому и целевому варианту с постепенным ростом до 51 доллара США за баррель к 2035 году. В консервативном варианте прогноза предполагается, что среднегодовая цена на нефть марки Юрл снижается до 25 долларов США за баррель и остается на этом уровне на протяжении всего прогнозного периода. Что касается курса доллара, Минэкономразвития России и различные эксперты в целом дают благоприятный прогноз для курса доллара по отношению к рублю. Российская валюта продолжит свое укрепление. Так, по базовому варианту среднегодовой курс рубля в 2035 году ожидается на уровне 65 рублей за доллар США, по целевому варианту 55 рублей и по консервативному варианту с ослаблением до 75 рублей за 1 доллар США. Инфляционные процессы в республике в прогнозном периоде будут формироваться под влиянием общероссийских тенденций. Факторами, сдерживающими инфляционный рост, станут меры федерального уровня, такие как тагритирование инфляции и развитие конкуренции в рамках решения задач по улучшению условий для ведения бизнеса и меры регионального уровня по развитию потребительского рынка. Среднегодовая инфляция в период с 2020 по 2025 годы будет соответствовать уровню от 3,3 до 4,9% пунктов. Существенный вклад в уровень инфляции по-прежнему будут вносить рост тарифов на услуги инфраструктурных компаний. В период с 2025 по 2030 годы, под влиянием стабилизации динамики обменного курса и замедления роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, инфляция снизится до 2,3 и 3,5% пунктов в год. Среднегодовые темпы роста волового регионального продукта по базовому варианту в период с 2017 по 2020 годы прогнозируются на уровне 2%, по консервативному в том числе по 10,9% по консервативному варианту, 105,2% по целевому варианту. В период с 2020 по 2025 годы по базовому варианту составит 2,7%, 100,4% по консервативному и 105,2% по целевому варианту. И в период с 2025 по 2030 годы составит 2,2%, соответственно 100% по консервативному варианту, 103,3% по целевому варианту. И в период с 2030 по 2025 годы среднегодовые темпы роста ВРП составят 102,1%. В структуре волового регионального продукта в базовом варианте доля промышленности снизится с 49,5% пунктов до 38,5% к 1935 году. Доля обрабатывающих отраслей увеличится с 1,3% до 8% за счет развития высокотехнологичных отраслей, которые могут обеспечить рост производительности труда в 1,3 раза. В консервативном сценарии сохраняются структурные характеристики волового регионального продукта за период с 2010 по 2016 годы, и доля промышленности в этом варианте сократится с 49,5% до 44%. К 2025 году по целевому варианту произойдут значительные структурные изменения. Доля промышленности во объеме ВРП сократится с 49,5% до 35,9% пунктов, то есть на 14,6% пунктов. Наибольший удельный вес в отраслевой структуре ВРП останется за добычей полезных ископаемых. Он составит к 2025 году 26,3% пункта. Вместе с тем вырастет доля обрабатывающих производств до 8%, строительства до 15%, торговли до 11% и сельского хозяйства до 4,3% пунктов. К 2025 году прогнозная оценка индекса физического объема промышленного производства составит к уровню 2016 года в 1,4 раза по базовому варианту, в 2,3 раза по целевому варианту и останется на уровне текущего года по консервативному варианту. Естественно, приоритетом реального сектора экономики будет являться максимальная ориентация на переработку продукции. Это современный нефтегазовый комплекс, новый металлургический центр России, производство минеральных удовольствий и развитие алмазо-бриллиантового комплекса. К 2035 году нефть останется одним из основных энергоресурсов, но темпы роста спроса на нее начнут значительно сокращаться, активно будут внедряться новые энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии. Основными объектами добычи на территории республики будет Талакана-Пеледуйская группа месторождений, нефтяная оторочка Чейн-Динского месторождения, и наряду с этим в этот период будут вовлечены в разработку ряд месторождений, которые находятся в зоне тяготения Восточно-Сибирского нефтепровода. Это участки-недр предпатомского прогиба Мирнинского выступа, и также предполагается проведение геогородречных работ на перспективных участках в Лено-Анабарском прогибе. Общий объем добычи нефти в долгосрочной перспективе по целевому варианту составит порядка 16 млн тонн в 1935 году, и по базовому варианту предусматривается снижение добычи нефти до 7,5 млн тонн в 1935 году. Целью развития угольной промышленности будет являться повышение бюджетной эффективности от добычи угля, обеспечение энергетической безопасности и также удовлетворение внутренних потребностей республики в угле. Объемы добычи угля в республике по базовому варианту к 1935 году составит 40 млн тонн с ростом в 2,4 раза к уровню 2016 года. В прогнозируемом периоде в разработку будут введены следующие нефтегазовые месторождения, это Чаиндинская, Тафюрерская, Среднетюнская и Среднебатуобинская, также увеличены объемы добычи природного газа на Отрадинском месторождении. В прогнозируемый период основным объектом трубопроводного транспорта природного газа будет являться газопровод «Сила Сибири» общей мощностью 60 млрд кубических метров в год. К 2035 году добыча природного газа в республике достигнет 27 млрд кубических метров. Представленный прогноз предполагает сохранение мирового лидерства Якутии по добыче алмазов с формированием гранильно-ювелирного комплекса на территории Республики Саха-Якутия. Реализация проектов по вовлечению запасов новых разведанных месторождений позволит увеличить добычу алмазов в целом по республике с 35 млн. карат до 38 млн. карат 2020 года и далее до 35 млн. поддерживать объемы добычи на уровне 35-36 млн. карат. Целью развития золотодобывающей отрасли будет являться вывод ее на лидирующие позиции по добыче золота в Российской Федерации. Мы прогнозируем увеличение объемов добычи золота к 35 млн. году по целевому варианту до 39 тонн и по консервативному до 33 тонн. Отличия между этими вариантами вызваны сроками освоения месторождений. С 2020 года в соответствии с представленным прогнозом планируется начало освоения месторождения Терегтяр с выходом на проектную мощность производства олова в концентрате с объемом 3000 тонн в год к 2025 году. Разработку депутатского месторождения планируется начать с 2024 года. Суммарное производство олова в концентрате к 2035 году достигнет 6000 тонн по целевому варианту и 3500 тонн по консервативному варианту. К этому периоду также будет создана новая серебро-рудная и полиметаллическая промышленность в республике. Начнется добыча редкоземельных металлов, добыча и обогащение графита. Подобыча свинца и цинка в соответствии с базовым сценарием освоение месторождения Верхней Менкечае планируется начать уже с 2017 года с выходом на проектную мощность к 2022 году. Сроки освоения месторождения Сардана с учетом различных факторов мы считаем возможным не ранее 2023 года. Существенным фактором, влияющим на сроки по освоению месторождения, будут являться решения вопросов по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для реализации этих проектов. На долгосрочную перспективу одним из приоритетов определено развитие местной промышленности. Целевая задача – увеличение доли местных производств в структуре ВРП с 2,9% до 8%. Так, в агропромышленном комплексе будет проведено комплексное агрорайонирование, будет стимулироваться высокотоварное производство путем определения специализированных зон производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, увязанных с обеспечением населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В базовом варианте прогноза предполагается сохранение положительной динамики производства продукции сельского хозяйства, и к 2035 году она прогнозируется в объеме более 63 миллиардов рублей со среднегодовым индексом физического объема 4,2%. Перспективное экономическое развитие Республики связано с решением вопросов развития транспортной инфраструктуры. Основы всесезонной опорной транспортной сети должны составить железнодорожная линия Беркакит-Тамут-Якутск, мостовой переход через реку Лена, развитая аэродромная сеть, автомобильные дороги с твердым покрытием, а также развитие внутренних водных путей с гарантированными габаритами. В создании инновационных секторов так называемой умной экономики на основе существующих технологических трендов и имеющихся заделов планируется осуществить направление и формирование отрасли информационных технологий, биотехнологий и развитие производства композитных материалов. В целях стимулирования развития отрасли информационных технологий планируется реализация инновационного проекта «Парк высоких технологий» IT-парк в городе Якутске. Планируется, что за период с 2017 по 2035 годы в экономику республики будет вложено от 5 до 6,8 триллионов рублей инвестиций в основной капитал и порядка 8,7 триллионов рублей по целевому варианту. Превышение целевого варианта по объемам инвестиций в основной капитал обусловлено опережающим строительством объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, развитием агропромышленного комплекса и развитием и строительством культурно-социальных объектов. К 2035 году прогнозируется роль прибыли рентабельных предприятий по базовому варианту в 3,6 раза, по целевому в 4,6 раза, по консервативному в 2 раза. При этом в расчетах прибыли рентабельных предприятий нефтегазодобывающей отрасли исключены участники консолидированной группы налогоплательщиков, которые не зарегистрированы на территории республики. И, конечно, свою лепту в рост финансового результата, кроме традиционных отраслей промышленности, внесут предприятия под обучи редкоземельных металлов, это порядка 9%, железные руды 5%, добычи серебра и полиметаллов 4%, а также обрабатывающие производства. В прогнозном периоде до 2035 года при интенсивной реализации инвестиционных проектов по целевому варианту прогнозируется снижение миграционного тока населения, сохранение естественного прироста, что позволит приумножить рост населения республики Саха-Якутия к 2035 году до 1 миллиона 200 тысяч человек. Мы также предполагаем снижение коэффициента рождаемости под влиянием возрастной структуры, повышение среднего возраста матери при рождении ребенка. При этом по целевому варианту продолжится сокращение миграционной убыли, по консервативному и базовому варианту миграционный отток населения сохранится, но не превысит естественный прирост населения. По целевому варианту развития ожидаемая продолжительность жизни увеличится к 2035 году до 80 лет, по базовому до 73,5 лет. В связи с реализацией инвестиционных проектов прогнозируется создание до 27 тысяч новых рабочих мест. Среднеспечная численность работников увеличится с 344 тысяч человек в 2015 году до 370 тысяч человек к 1935 году. Уровень безработицы сократится с 7,3% пунктов до 5%. Развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг позволит росту доли доходов населения от предпринимательской деятельности от 14% до 24,7% по базовому варианту. Наряду с доходами от оплаты труда данное направление станет основным источником доходов населения. Рост благосостояния населения позволит снизить расходы на социальные трансферты малоимущим гражданам, что также отразится на снижение доли социальных выплат в структуре доходов населения до 9,3% к 2035 году по базовому варианту. Таким образом, к 2035 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения в сравнении с текущим годом составит 2 раза по базовому варианту, 1,3 раза по консервативному и 2,5 раза по целевому варианту. Рост производительности труда повлияет на опережающий рост заработной платы как в частном секторе, так и в бюджетной сфере. Таким образом, к 2035 году прогнозируется рост заработной платы от 3,2 до 4,7 раз к уровню текущего года. Реальный рост заработной платы составит от 1,5 до 2,6 раз. Также хотел бы отметить, что в приложении к представленному проекту постановления приведены основные индикаторы государственных программ наперед до 2035 года в рамках реализации стратегии социально-экономического развития республики наперед до 2030 года в целях повышения эффективности управления государственными программами в предстоящем году будут проводиться работы по качественной трансформации государственных программ, пересмотру их концептов с определением перечня обновленных стратегических направлений, целей, задач, мероприятий и соответствующих индикаторов. Проект постановления согласован в установленном порядке со всеми министерствами и ведомствами. Все поступившие замечания и предложения учтены в доработанном проекте. Прошу, уважаемые коллеги, поддержать представленный проект постановления. Спасибо. Коллеги, вопросы к докладчику есть? Если нет, Алексей Александрович, присаживайтесь. Галина Ивановна, у нас замечания по проекту постановления есть? Нет. Хорошо. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления правительства Республики Саха-Якутия о долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на период 2035 года. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Воздержался? Против? Нет. Спасибо. Следующий вопрос об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха-Якутия на третий квартал 2016 года. Докладчик Сырова Светлана Анатольевна. Коллеги, Светлана Анатольевна, убедительная просьба в пределах трех минут. Уважаемые члены правительства, величина прожиточного минимума на третий квартал у нас рассчитана на основе потребительской корзины и порядка расчета определения величины прожиточного минимума в Республике, которые в 2013 году утверждены Государственным собранием Илтумен. При расчете величины прожиточного минимума мы использовали данные об уровне потребительских цен на продукты питания которые нам предоставила Саха-Якутия Стат и по результатам расчетов получились следующие цифры, что стоимость набора продуктов питания, которые являются у нас основой величины прожиточного минимума снизилась на 0,4% и составила 7095 рублей. По первой зоне, куда входят Северные Улусы, Удачный и Айхалм Мирнинского района, отмечен рост на 0,9% или 224 рубля. По второй зоне произошло снижение на 0,6% или на 35 рублей. Снижение стоимости набора продуктов питания обусловлено с сезонным снижением цен на плодо-овощную продукцию. Сразу скажу, что у нас цены используются за июль, август и сентябрь. Соответственно, в этот период отмечено снижение цен на огурцы и помидоры, снижение цен на капусту. Также у нас отмечено снижение цен на рис и отдельные представители молочной и мясной продукции. По всем остальным продуктам питания произошел рост. В результате у нас, как я сказала, уже сложилось в целом по набору продуктов питания снижение на 0,4%. Следующая составная часть прожиточного минимума – это у нас стоимость непродовольственных товаров, которая за этот период снизилась на 0,2% и составила 3577 рублей. Третья составная часть – это стоимость платных услуг. В целом по республике платные услуги выросли на 0,7% и составили 4309 рублей. В результате величина прожиточного минимума за третий квартал 2016 года в расчете на душу населения составила 16087 рублей и практически осталась на уровне второго квартала текущего года. Снижение составило 8 рублей. Проект величины прожиточного минимума Российской Федерации. Сегодня информация, о которой мы располагаем, говорит о том, что величина снизится в целом по Российской Федерации на 0,7%. Если же посмотреть по субъектам Дальневосточного федерального округа, сегодня в шести субъектах величина уже утверждена соответствующими нормативными документами. В двух субъектах произошло увеличение величины, где-то в пределах 1-2%. По остальным произошло снижение величины прожиточного минимума. Проект прошел установленную процедуру согласования. Все замечания, которые были высказаны, они учтены. По замечаниям Департамента по госправовым вопросам министерством подготовлены два проекта постановления. Это актуализация состава комиссии, которая сегодня занимается расчетом потребительской корзины, и отмена ряда уже утративших актуальность постановлений правительства. Прошу поддержать принятие данного проекта. Коллеги, вопросы к докладчику есть? Нет. Галина Ивановна, у нас замечания есть? Сняты замечания, всё хорошо. Спасибо. Спасибо, Светлана Анатольевна. Ставлю вопрос на голосование о принятии постановления правительства Республики Саха-Якутия об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха-Якутия за третий квартал текущего года. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержался? Спасибо. Следующий вопрос о мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав Жилого фонда Республики Саха-Якутия с учётом потребностей инвалидов. Докладчик Светлана Анатольевна. Уважаемые члены правительства, представленный на ваше рассмотрение проект разработан в целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирных жилых домах. Настоящий проект разработан во исполнение постановления правительства, которое было принято 9 июля 2016 года, номер 649, и устанавливает правила обеспечения условий доступности инвалидов жилых помещений и общего имущества. Эти правила предусматривают доступность, понимается доступность, что инвалид, то жилое помещение, в котором проживает инвалид, оно должно быть приспособлено для его проживания с учетом его потребностей. При указанном, под указанным приспособлением понимается изменение либо переоборудование жилого помещения инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленной инвалидностью и проживающего в данном указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, чтобы обеспечить доступность, беспрепятственный доступ инвалида к своему жилому помещению. В соответствии с этим постановлением правительства Российской Федерации и разработанными правилами, на первом этапе работы по обеспечению доступности предполагается создание межведомственных комиссий на федеральном уровне в отношении жилищного фонда, который сегодня находится в федеральной собственности, на уровне субъекта Российской Федерации в отношении жилищного фонда, который находится в собственности субъекта и органы местного самоуправления должны создать соответствующие межведомственные комиссии и провести мероприятия в отношении муниципального жилищного фонда. Соответствующие комиссии, которые будут заниматься координацией деятельностью, проведением обследования жилых помещений, признанием этого жилого помещения в том, что требуется обеспечение доступности и принятие решения о том, какие меры должны быть приняты для этого, нужно в срок до 1 декабря создать соответствующую комиссию в субъектах. Предложенный проект постановления предполагает создание межведомственной комиссии и координацию деятельности Министерства труда и социального развития, Министерства архитектуры и строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Управления государственного строительного и жилищного надзора, а также общественных организаций. При этом Министерство труда определено в качестве уполномоченного исполнительного органа государственной власти по координации мероприятий по обеспечению условий доступности жилых помещений, утверждает план мероприятий по обследованию и дальнейшему обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах. Состав комиссии, которая будет этим вопросом заниматься, а также положение ее деятельности будет утверждено уполномоченным органом, то есть Министерством труда. План мероприятий в приложении к постановлению имеется. Соответственно, сначала мы должны провести мониторинг и выявить потребность в обеспечении условий доступности, затем определить необходимость, а также возможность приспособления жилых помещений и общего имущества и по итогам этого принять соответствующий нормативный документ, который будет предусматривать мероприятие по приспособлению жилых помещений. Принятие данного проекта не несет дополнительных расходов из государственного бюджета, разработан в соответствии с предложениями и замечаниями, поступившими от заинтересованных министерств и ведомств. И в соответствии с регламентом проведена процедура, она соблюдена, замечания, которые поступили в ходе согласования проекта учтены. Коллеги, есть вопросы к закладчику? Да, есть вопросы. Первый вопрос такой. В соответствии с пунктом 2 и 3 планируется определение необходимости возможности приспособления. И написано о том, что решение об экономической цареобразности или нецареобразности. И если, допустим, комиссия выносит решение нецареобразно, тогда как и каким образом будет обеспечена доступность инвалида от выхода из квартиры и, соответственно, возврата своей квартиры? На сегодня в соответствии с постановлением правительства Министерство строительства и жилищного коммунального хозяйства Российской Федерации должно еще разработать ряд документов, которые будут использоваться при проведении мониторинга и принятии решений. Соответственно, форму акта обследования, правила проведения, во-первых... Нет, я уже не такой вопрос задал. Я сказал, если комиссия вынесет там об экономической нецареобразности, в этом случае как вы будете решать вопрос обеспечения доступной среды для конкретного человека? Если комиссия выносит решение о нецареобразности, как написано в представленном проекте? В соответствии с правилами обеспечения условий доступности для инвалидов в случае принятия комиссии решения о нецелесообразности, жилое помещение признается непригодным для проживания там инвалидов? Это первый вопрос. Ну, как-то не очень понятно. Ладно. Так и второй вопрос. Вы сказали о том, что принятие данного постановления не требует дополнительных расходов. А для чего тогда все эти обследования? Вы просто обследуете, констатируете факт, что необходимо, и на этом все, что вы должны были сделать какое-то финансово-экономическое обоснование и предполагаемый объем дополнительных расходов государственного бюджета на обеспечение этих мероприятий. Алексей Александрович, сегодня по информации Министерства имущественных отношений в ведении собственности республики находится порядка 80 квартир, 30 домов. На сегодня Министерство труда уже начало проводить мониторинг. Мы сейчас по районам республики, их порядка 20, где сегодня есть жилые помещения, находящиеся в собственности республики, проводим мониторинг в части выявления, проживают ли там инвалиды. И, соответственно, после этого будет уже проводиться мониторинг. По результатам проведения мониторинга проживают они, требуется ли приспособление всех тех процедур, которые предусматривает этот проект, будет уже внесено решение правительства, которое будет предусматривать уже меры по приспособлению с соответствующими финансовыми выкладками. Коллеги, еще есть вопросы? Светлана Анатольевна, мы проект, конечно, согласовывали. Дело в том, что эти все мероприятия направлены на доступность для инвалидов жилых помещений, это имущество, которое уже находится, то есть уже в эксплуатации. Мы, вообще-то, писали вам письмо о том, что министерство строительства исключить, поскольку министерство строительства занимается новым строительством и обеспечивает доступность среды в новостроящихся объектов. По плану мероприятий очень много задействовано министерство строительства, мы просто не справимся. У вас есть в комиссии строительный и жилищный надзор. Я считаю, что все вопросы, которые здесь, и мероприятия, в пределах их компетенции. Еще у меня предложение о Министерстве исключить. На самом деле такое предложение от вас поступало, был проведен ряд согласительных мероприятий, потому что предложения об исключении состава комиссии поступали не только от министерства строительства, но и от же Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос заключается в том, что министерство строительства, мы считаем, требуется включение представителей министерства строительства, потому Потому что комиссия должна будет провести, во-первых, мониторинг, во-вторых, провести обследование этого жилого помещения и принять решение о том, какие меры по реконструкции, возможно, потребуются жилого помещения и общих помещений, которые находятся в многоквартирных жилых домах. Поэтому я думаю, что без специалистов Министерства строительства эта работа, в принципе, не может быть проведена. Я немножко не согласна. Если это реконструкция, то, конечно, это наша зона ответственности. Если вы предусматриваете эти мероприятия, связанные с реконструкцией. Если капитальный ремонт, то это все-таки вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Я все-таки на этом. Тем более, что в соответствии с правилами, которые утверждены сегодня постановлением правительства Российской Федерации, там примерный состав межведовственных комиссий рекомендован. И там написано, что как раз в состав региональной комиссии должны включаться органы исполнительной власти, в том числе в сфере социальной защиты, в сфере архитектуры и градостроительства. Коллеги, еще есть вопросы? У меня вопрос. С учетом вопроса Алексея Александровича, потенциальная необходимость предусмотрения бюджетных ассигнований на обеспечение доступной среды для инвалидов, она очевидна. У нас это мероприятие в госпрограмме есть где-то? На сегодня в государственной программе нет. Это мероприятие новое, а постановление правительства принято только в июле текущего года. Но если посмотреть план проведения мероприятий, то соответствующие решения мы будем вносить в 2018 году. Потому что в 2017 году мы должны будем провести все те обследования, которые сегодня предусмотрены для принятия соответствующего решения. Поэтому я думаю, что если мы этот мониторинг и все то, что по плану предусмотрено, сделаем в 2017 году, то, соответственно, возможно, при формировании бюджета 2018 года тогда будем рассматривать этот вопрос. То есть замечание о том, что принятие данного постановления не потребует бюджетного финансирования, а именно что потребует бюджетное финансирование, оно корректно на самом деле. Мы же понимаем, что, соответственно, источником обеспечения доступной среды будет являться бюджет в данном случае, если мы говорим о жилищном фонде Республики Сахара-Якутия. С учетом замечаний и вопроса Веры Алексеевны, на самом деле, если Российской Федерации, как фактически прототип наших действий, предусматривает включенность Министерства строительства и архитектуры, то мы должны будем с этим согласиться. Это, конечно, так. Вот все-таки, возвращаясь к вопросу Алексея Александровича о возможном принятии решения комиссии о нецелесообразности, это в каком случае, например, если у нас инвалид проживает в жилищном фонде Республики, это какое может быть, какое условие при принятии нецелесообразности, и тогда каковы наши дальнейшие действия должны быть? Можно Ирина Михайловна ответить, потому что как специалист, в каком случае такая ситуация может возникнуть? Данная ситуация может возникнуть в случае, если жилое помещение, допустим, невозможно пристроить к этому жилому помещению пандус. Это дома, находящиеся выше трех метров, на сваях выше трех метров. Это ветхие дома. Это подъезды, где нельзя расширить проходы. В этом случае может признано быть невозможным к реконструкции. Нет, это понятно, значит, такой вопрос-то не в этом состоит. Все это как раз понятно, да? А что с человеком-то мы делать будем? Мы просто признаем, что в вашем доме невозможно сделать, и на этом тему закрываем или как? Вот что с человеком-то конкретно делать будем? Можно я это? Кстати, вот сегодня по телевизору только что этот вопрос в новостях был озвучен. В данном случае, если конструктив жилого дома не позволяет расширить проемы и мероприятия выполнить, то необходимо принять решение переселить этого гражданина в помещение, в дом, где выполнены соответствующие мероприятия. Абсолютно согласен на это. Именно в таком контексте у нас, соответственно, постановление должно быть сформулировано, потому что мы не должны, соответственно, ставить точку с точки зрения нецелесообразности и все. Поэтому с точки зрения позиции и принятия решения нецелесообразности, оно в обязательном порядке должно предусматривать соответствующие мероприятия по все равно, в любом случае. Ну да, мы и предполагали, что после того, как будет весь выполнен этот перечень мероприятий, проведены обследования и приняты соответствующие решения, исходя из этого будет внесен проект решения, в котором, а, если есть необходимость, будет проводиться реконструкция, б, если нет необходимости, будут изыскиваться другие варианты по предоставлению другого помещения. Я предлагаю с учетом высказанных мнений и вопросов, соответственно, доработать проект постановления в установленный трехдневный, да, у нас срок. С учетом этого ставлю на голосование вопрос о принятии постановления о мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Республики Саха-Якутия, с учетом потребностей инвалидов. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против? Воздержался? Спасибо. Следующий вопрос о проекте закона Республики Саха-Якутия о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха-Якутия по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов. Докладчик Стручков Алексей Александрович. Уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые коллеги, представленный проект закона Республики Саха-Якутия разработан в целях приведения в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2013 года 131 ФСЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Развитие Института оценки регулирующего воздействия – это одно из приоритетных направлений работы, призванных улучшить инвестиционный и предпринимательский климат посредством повышения качества нормотворчества. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2015 года законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие перечни муниципальных районов и городских округов, для которых проведение оценки регулирующего воздействия является обязательным, должны быть приняты субъектами до 1 января 2017 года. Предполагается внести изменения в статью 4.1 Закона Республики Сахай-Коти о местном самоуправлении в Республике Сахай-Коти изменения, которые регулируют процедуру подготовки проектов нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. По аналогии с федеральным и региональным уровнем предлагается исключить из ОРВ проекты в части местных налогов и сборов, а также регулирующие бюджетные правоотношения. Законом субъекта Российской Федерации должны быть определены критерии включения муниципальных районов и городских округов, которые отражают объективные особенности осуществления местного самоуправления в данном субъекте России. С учетом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, а также изучения опыта субъектов Российской Федерации, мы планируем определить три критерия. При этом муниципальные районы и городские округа должны одновременно соответствовать всем трем критериям. Первый критерий – это наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями. По результатам анализа переданных полномочий в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, мы выявили пять видов государственных полномочий, переданных всем муниципальным районам и городским округам. Второй критерий – это количество субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального района. мы предполагаем установить критерии не менее 1000 субъектов. Этому критерию соответствует 15 муниципальных районов республики. И третий критерий – это объем инвестиций в основной капитал, осуществленных на территории муниципального образования. Мы предполагаем установить критерии не менее 5 миллиардов рублей, и этому критерию соответствует 4 муниципальных района. В этой связи проектом закона предполагается включить те муниципальные районы, которые соответствуют 7-3 критериям – это 4 муниципальных образования – Алданский, Ленский, Мельнинский и Неренгринский районы. В последующем, когда будет наработана практика, мы считаем возможным изменение пределов критериев и расширение данного перечня муниципальных районов. В настоящее время оценке регулирующего воздействия подлежат все акты муниципальных районов и городских округов с 1 января 2016 года, и, соответственно, с 1 января 2017 года эта обязанность будет для всех поселений. Проектом представленного законопроекта предлагается для муниципальных образований, поселений и муниципальных районов, за исключением четырех названных – Алданского, Ленского, Мельнинского и Неренгринского, устранить требования обязательности проведения ОРВ, сделать это правом, то есть необязанностью муниципалитетов, в силу того, что характер принимаемых актов часто нечувствителен для бизнеса, а также отсутствуют соответствующие квалифицированные кадры и ресурсы на местах. В целях методической поддержки органов местного самоуправления в 2014 году были разработаны методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления, а также модельные акты о внедрении ОРВ в муниципальных образованиях. Также в статье 13 закона Республики Сахая-Котия 25 декабря 2013 года 98З номер 199 о правовых актах органов государственной власти Республики Сахая-Котия представленным законопроектом предлагается исключить экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 26 марта 2014 года за номером 159 об утверждении методических рекомендаций по организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации рекомендованы модели организации процедуры оценки регулирующего воздействия субъектов Российской Федерации. Изменена модель проведения ОРВ. Заключение об оценке регулирующего воздействия подготавливаются уполномоченным органам Министерством экономики, а разработчики актов готовят сводный отчет о результатах проведения ОРВ. И, соответственно, исключается необходимость подготовки экспертного заключения об оценке ОРВ. Проект в установленном порядке согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Поступившие замечания и предложения Управления Министерства юстиции по Республике Департамента по вопросам местного самоуправления и Департамента по государственно-правым вопросам учтены в полном объеме в доработанном проекте постановления. Прошу вас поддержать представленный проект постановления. Спасибо. Коллеги, вопросы к докладчику? Нет? Спасибо, Алексей Александрович. Галина Ивановна, у нас есть вопросы? Нет. Хорошо. Тогда ставлю на голосование, кто за принятие постановления правительства Республики Саха-Якутия о проекте закона Республики Саха-Якутия, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха-Якутия по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативно-правовых актов. Кто за данное предложение? Прошу поголосовать. Кто против? Воздержался. Спасибо. Я предлагаю до перерыва всё-таки рассмотреть и следующий вопрос. Это об утверждении инвестиционной программы Республики Саха-Якутия на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. Докладчик Строчков Алексей Александрович. Уважаемый Евгений Арктеевич, уважаемые коллеги, проект инвестиционной программы Республики Саха-Якутия на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов разработанная в соответствии с порядком формирования и реализации инвестиционной программы Республики Саха-Якутия, который был утвержден постановлением правительства Республики от 18 июля 2011 года, номер 306, а также проектом закона Республики Саха-Якутия о государственном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, представленным проектом инвестиционной программы планируется софинансирование федеральной церковной программы устойчивого развития сельских территорий, увеличение уставного капитала акционерной компании «Железнодороги Якутия» на завершение строительства отдельных объектов участка Беркакитамот, с железнодорожной линией Беркакитамот, оплата основного долга процентов по кредиту, оформленному для реализации программы реконструкции объектов водоподготовки городского округа города Якутск, исполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года о мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство объектов к проведению 20-й спартакеады по национальным видам спорта и игры Мончаре в селе Верхневилюзь, Верхневилюзького Улуса, финансирование объектов образования, строящихся в рамках государственной программы развития государственного частного партнерства и реализации долгосрочных инвестиционных проектов, а также финансирование строительства объектов в рамках Общереспубликанского движения Добрых дел Моя Якутия в 21 веке. Общий объем инвестиционной программы на 2017-2019 годы с учетом объема федеральных средств, а также средств Дорожного фонда Республики Сахая-Якутия составляет 35 млрд 163 млн 740 тыс. рублей, в том числе средств государственного бюджета Республики 34 млрд 711 млн 931 тыс. рублей, федеральных средств 451 млн 808 тыс. рублей. На 2017-й год проектом программы предусмотрено 12 млрд 278 млн 730 тыс. рублей, в том числе средств государственного бюджета Республики 11 млрд 992 млн 264 тыс. рублей, средств федерального бюджета 286 млн 466 тыс. рублей. В том числе эти средства будут направлены по следующим направлениям, они представлены на слайде, это сельское хозяйство 419 млн рублей, объекты инженерной инфраструктуры 557 млн 203 тыс. рублей, объекты жилищного строительства 7 млрд 354 млн 451 тыс. рублей, объекты социальной сферы 555 млн 649 тыс. рублей, объекты по сфере безопасности 294 млн 126 тыс. рублей, это средства на приобретение специальной и основной пожарной техники, и также финансирование прочих направлений в общем объеме 1 млрд 832 млн 194 тыс. рублей, в том числе на увеличение уставного капитала венчурной компании 80 млн 750 тыс. рублей, совокупный платеж по соглашениям ГЧП 1 млрд 157 млн рублей, на общее республиканское движение «Моя Якутия» в 21 веке 500 млн. рублей, а также на разработку проектно-сметной документации в общем объеме 94 млн. рублей. В итоге по результатам проведенной работы по формированию проекта индиционной программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 года предлагается проект с параметрами на общую сумму 35 млрд 163 млн 740 тыс. рублей, в том числе в 2017 году 12 млрд 278 млн 730 тыс. рублей, в 2018 году 12 млрд 81 млн 30 тыс. рублей и в 2019 году 10 млрд 803 млн 979 тыс. рублей. Проект согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами республики Саха-Якутия, заместителями председателя правительства республики Саха-Якутия. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать представленный проект постановления. Коллеги, у кого будут вопросы к докладчику? Уважаемый Алексей Александрович, по строке социальной сферы на 2017 год 550 млн 649, по следующие годы 2,5 млрд 2,6 млрд рублей, а в 2017 год тогда как мы будем заполнять или мы не сможем достигнуть тех показателей, которые у нас по поручениям и так далее, не менее 10 школ и так далее? Да, уважаемый Федор Васильев, абсолютно с вами согласен. Тем не менее, проект объема государственных капитальных вложений на 2017, 2018 и 2019 годы, он сформирован, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Мы в настоящее время проводим определенную работу на федеральном уровне и на уровне муниципальных образований, которые, по нашим предположениям, могут получить дополнительные источники финансирования в 2017 году. И за счет перераспределения указанных средств, возможно, у нас в рамках второго чтения могут появиться дополнительные объекты в рамках тех поручений, которые были даны на реализацию строительства объектов в социальной сфере. А в 2017 и 2019 годы это реальные цифры стоять или также с учетом это прогнозируемо? С учетом реальных возможностей государственного бюджета. Соответственно, если будут дополнительные доходные источники, естественно, объемы государственных капитальных вложений могут быть увеличены. Либо есть еще один вариант, это, соответственно, сокращение текущих расходов государственного бюджета и при направлении вышеуказанных средств на объекты капитального строительства. То есть все в наших силах и в наших руках, и все будет зависеть от того, насколько эффективно мы с вами проведем эту работу. Можно, да? Алексей Александрович, Миномущество направляло свое замечание, причем два существенных в них было, пункта, касаемо того, что мы вместе с вами в июле внесли изменения в постановление правительства Республики 306 по порядку формирования реализации инвестиционной программы, где учли, что главными распорядителями бюджетных средств, бюджетных инвестиций у нас выступают сами государственные заказчики по программам государственным, либо отраслевые министерства и ведомства. Вот в части увеличения уставных капиталов по перечисленным обществам распорядителями должны выступать отраслевые министерства. Это вот один момент, да? И второй момент, то, что те локальные водопроводы и вообще те объекты, которые у нас строятся местного значения, они передаются сразу же в муниципальную собственность, минуя казну. Так всегда было. Поэтому здесь тоже замечания в части того, что вы балансодержателем по локальным водопроводам ставите в Министерстве имущественных и земельных отношений. Я прошу учесть. Поясните, пожалуйста, насколько у нас учтено. Проект сформирован в рамках проекта закона, поэтому мы можем только поправки ко второму чтению внести. И эти поправки сейчас готовятся. То есть эти замечания в Министерстве имущественных и земельных отношений будут учтены во втором чтении закона госбитчеки. Я здесь не совсем согласна с вами, потому что все-таки есть это постановление правительства республики, и оно начинает и должно соответствовать требованиям законодательства. Если мы с вами постановление правительства республики предусматривали подобное, оно автоматически должно и здесь... Да, мы согласны, но проект закона внесен в таком виде. И постановление правительства, это оно уже не ко второму чтению. Этот закон будет ко второму чтению рассматриваться? У нас проект в рамках закона подготовлен, поэтому оно будет учтено во втором чтении. Но есть предложение, Евгения Васильевна, ваше замечание в участии протоколом сегодняшнего свидания правительства республики Сахай-Котия, и в рамках второго чтения мы соответствующие изменения и корректировки бюджетную роспись внесем. Хорошо, спасибо. Можно, да? Уважаемый Алексей Александрович, наши два замечания не учтены, хотя вы пишете, что снято с протоколом согласительного совещания. Первое замечание касается финансирования строительства участка Беркокитомод, который является нашим обязательством в соответствии с российским постановлением правительства. Вы знаете, у нас привлечен долгосрочный кредит на 2 миллиарда рублей под госгарантию. Значит, должно быть предусмотрено на 2017 год 500 миллионов рублей, а в инвест-программе включено только 100 миллионов рублей. Это под госгарантию получается Сбербанк России просто-напросто будет, ну, в принудительном порядке взыскивать 400 миллионов рублей из бюджета. Поэтому я все-таки прошу по графику, который у нас установлен по распоряжению главы республики, учесть эти предложения. И второе, у нас есть обязательства республики по соглашению с Росавиацией, по финансированию здания аэронавигации. Если ранее мы ссылались на отсутствие положительного заключения глав госэкспертизы, то на днях это заключение получено. 8 числа к нам декабря прилетает специально по этому вопросу руководитель Росавиации Нерадько. И поэтому я тоже прошу учесть, как и на 2017 год, средства на завершение строительства этого здания в соответствии с соглашением. Понятно. Значит, ну, по второму вопросу, то, что касается здания аэронавигации, мы знаем о том, что у нас есть и обязательства, которые мы приняли на себя в соответствии с заключенным соглашением, но объемы средств на полное финансирование мы закладываем в рамках кондиционной программы на 2018 год, и других возможностей у нас, к сожалению, нет. Что касается вашего первого вопроса, тогда, Данил Семенович, поясните по установке капитала железной дороги Якутии. Да, этот вопрос у нас на контроле, но проект сформирован в тех параметрах, которые у нас установлены. Поэтому будем рассматривать ко второму чтению в рамках ДОП-расходов. Ну, я думаю, Семен Викторович, а если есть обязательства... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!